Ну, я предлагаю вам, если вы хотите достичь сознания, из сознания же и действовать. То есть, как это происходит? То есть, обычный человек, он действует из желания. То есть, у него есть желание, соответственно, он хочет его удовлетворить. И от ума, соответственно, он всякие способы ищет удовлетворение своему желанию. То есть, ваша задача, как духовного человека, стремящегося к сознанию, осознанности, скажем так, жить из состояния. Что значит жить из состояния? И одновременно вы должны гармонию чувствовать. То есть, медитация должна быть из состояния на гармонию. Ведь Бог – это и есть гармония. Бог – это не есть, не значит отказ от того, от другого, от третьего. Бог этого всего не хочет. Это просто человек ещё несовершенен. Поэтому у него есть определённый путь, который он проходит. Познание материи на данном этапе. Через эмоции, познание энергий различных. Это несовершенство человека. Но это нужно познать. Если вы, будучи в желании, вы же не сможете это познать. Будучи в осознанности или в состоянии определённого познания, тогда вы сможете это познавать только. Поэтому, стремясь к гармонии в данном моменте быть, вы стремитесь как раз к Богу. Бог – это и есть гармония. Бог ничего не хочет, кроме гармонии делать. Когда человек нарушает гармонию, то есть, он злоупотребляет чем-то, соответственно, ему не наказание, а препятствие создаётся. А если человек живёт в гармонии, ну, сейчас не берём более высокий уровень, уровень жертвенности. Это очень высокий уровень. Это только для уже освященных, которые уже достигли гармонии, они уже за пределами этой гармонии находятся. А человеку нужно просто научиться жить в гармонии. И как многие, Будда, например, говорил, что это доставит вам на Земле, скажем, гармоничную жизнь. Ну, когда пройдёте познание, там уже само-само произойдёт осознание. Вот так как вам нужно осознать себя, гармония, она больше подходит, медитация на гармонию, на осознание себя. Ну, например, вы находитесь там в неком состоянии и пытаетесь медитировать на гармонии. Вот захотелось вам там, я не знаю, воды попить или даже пиво попить. Ну, грубо говоря, мы сейчас будем просто разные варианты брать. То есть нет никаких табу. Табу абсолютно нет. А обманывать вы можете только себя, но Бога вы не обманете. Поэтому я говорю о каких-то таких отклонениях, но даже если это не отклонения, а несовершенства какие-то, даже если мы говорим о несовершенствах, мы уже не рассматриваем их как плохое несовершенство, а с точки зрения познания. Вот. Иначе вы не продвинетесь. То есть если вы будете путём логическим, как религиозный человек двигаться, ну, вы просто не будете употреблять пиво и всё, скажем так, грубо говоря, да? А тут осознанно пройти нужно всё это. То есть, допустим, вы чувствуете, что вам хочется пива. И в данном, в данном моменте, в данном моменте ваша гармония попить пиво. Вот вы пьёте пиво, как бы чувствуете вот некую гармонию. Но вы должны помнить одну вещь только. Вы должны пить из гармонии, не из удовольствия. Как только вы начинаете пить из удовольствия, вам понравилось, вам приятно, вам даёт некую эйфорию. То есть это уже, соответственно, вы действуете не от сознания, не от осознанности, а от тела. Поэтому это очень тонкий момент. Вот, когда вы выпьете пиво и почувствуете гармонию удовлетворённую, что на данный момент вы познали это пиво. Не больше, не меньше. Тогда это гармония. Но никогда это перешло уже в желание тела. Вот эту грань, вы должны медитировать на это. Также во всём абсолютно, не знаю, какой пример ещё можно привести. Сладкое поесть, торт поесть, чем-то там заняться. Главный ориентир должен быть чувствовать гармонию. То есть это не как девиз во имя гармонии всё делать. То есть не от головы девиз там. Знаете, идея такая вот. За родину, за партию. Вот. Это от головы. А тут именно в состоянии сознания. Медитация на гармонию. То, что вы осознаёте своё тело, осознаёте его потребности. В реальности потребности. Никакие-то там табу, не табу, желания, нежелания. Вы будете испытывать, конечно же, и ощущения приятные, и неприятные ощущения. Все эти ощущения, они будут. Но вы их будете наблюдать. Также вы будете познавать энергии. То есть обычно я предлагал способ энергетического познания. В продуктах там, то-то всё. Но мы сейчас ещё дальше продвигаемся. И я уже говорю на уровне сознания, как это можно познавать. Из состояния. Поэтому вы будете чувствовать вкусы, приятные какие-то моменты, и всё такое прочее. Но вы их будете осознавать. А они сами становятся этими вкусами. То есть человек, обычный, он, когда человек желания, он сам становится фактически зомбированным этим вкусом. То есть он сам вкусом этим становится. соответственно он не контролирует, не осознаёт гармонию. Для него становится важным желание. То есть обладание этим и удержание этого. Вы же, когда почувствуете это в себе, то есть вы удовлетворили себя чем-то там, конфетами или тортом, грубо говоря. И смотрите, опять-таки, пробуйте различные варианты, но вы же познаёте. Пробуйте, экспериментируйте там, без торта, скажем так. Без пива, грубо говоря, да? На простой воде. Вот. И сравнивайте эти состояния. Что с вами происходит в этих состояниях? Изучайте эти состояния гармонии. То есть это будут разные состояния гармонии. Впитывайте в себя их. И каждый раз это будет опыт нового состояния. То есть с пивом у вас одно состояние. Воду вы пьёте другое состояние. Если у вас ещё есть потребность пить пиво, значит, вы ещё не познали этого. Но когда придёт время, вы там прочитали какую-то книжку, она вас вдохновила. И там написано, например, о вреде пива. Да? пива, о вреде есть много сладкого. Вот. Как бы вам пришла информация. Ну, она может быть прийти к вам напрямую, если вы достаточно продвинутый. либо откуда-то вам кто-то сказал, вы где-то услышали. Это тоже информация. То есть Бог говорит с вами через всё. Соответственно, вы получили эту информацию, и вы пробуете это состояние. То есть информация сказала, не есть сладкого, без сладкого лучше. Вы не едите сладкого и смотрите своё состояние. Вот. Состояние гармонии, энергию. Вот. Но ориентир всегда должен быть на состояние. Это важнее. Состояние это фактически и есть близкое к осознанности ваше состояние. Вот. В принципе, вот каждый раз вы должны чувствовать гармонию своей данности. Попробуйте жить из этого как бы состояния. И медитируйте на гармонии. Что из этого получится, будете наблюдать просто. Это будет очень такое быстрое продвижение к осознанности. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА